Just so you know, this feeling's taking control of me, and I can't help it, I won't sit around, just so you know. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Даналия. К сожалению, на прошлой неделе я не смогла записать выпуск по обновлению, потому что у меня и вправду не было времени, чтобы сесть, записать и смонтировать его, чтобы он вышел именно таким, каким бы я хотела его увидеть. Но на этой неделе у нас вышло очень поняшное обновление. Все знаете, точнее, многие точно должны знать, что у нас были две старые модельки пони. Они были абсолютно, насколько я помню, одинаковые, разницы никакой, кроме типажа мастей. Так вот, на этой неделе у нас обновились пони Чинкотик, если я правильно вообще произношу их название. Нам добавили три новые масти этих лошадки, а точнее обновили их модельку. В Форпинте, как всегда, стоит одна лошадка и две другие, неожиданно, но продаются на ферме в Южном Копыте. Это очень необычно. Давайте же посмотрим на нее поближе. Вы можете видеть, какая это пони маленькая по сравнению с обычной чистокровной юрвенской началкой. Она очень маленькая, очень миленькая. Некоторые, правда, говорят, что нет смысла, они не будут никогда платить такие деньги за такую лошадку. А лошадка-то, однако, стоит 700 СК, почти как стандартная средняя лошадь. Даже можно проверить, что чистокровная юрвенская стоит 750, а эта малышка лишь на 50 СК дешевле. У этой лошадки нереально очень милые ушки. Они немножечко длинные, и она слегка этим напоминает ослика. И, кстати, я только сейчас заметила, что именно у этой поняши, которая мало того, что пегает и напоминает мне грозу из мультика спин, у нее еще и разного цвета глазки. Ребята, это первая лошадка в игре, у которой разноглазие. Ну, не помню название болезни, но вы меня поняли. Поняша имеет очень смешную гриву, которая вроде как уложена аккуратненько, но при этом там, где начинает расти у основания холки, она идет лохматиками. Текстуры сделаны очень добротно, потому что видно, где шерсть растет в разные направления, что даже на темные пятна заходят белые шерстинки. Еще у нее очень милые щеточки, и вообще очень, в принципе, няшная поняша. На 700 СК и вправду, мне кажется, дорого за такую лошадку, но есть такие масти, за которые я даже согласна дать эти 700 СК. Так что давайте посмотрим их. Очень удобно, что на Южное Копыто можно попасть теперь на перевозки. Даже если это обновление было введено давным-давно, я до сих пор не могу нарадоваться, что можно просто сесть в каневозку и доехать сюда, а не ждать паром на форту Фуртпинта. Итак, мы приехали на ферму Южного Копыта. Здесь стоят еще две такие милые лошадки, и смотрите, какие они классненькие, такие миленькие, такие хорошенькие. Я не понимаю людей, которым они мне не нравятся. Даже я, человек, который не очень-то любит пони, в этой игрушке просто влюбился в эту породу. Эту породу замечательных пони, потому что они не особо пузатые. А именно пузатых пони я и не люблю. И, кстати, смешной факт. Вот этими лошадками можно вполне себе изображать жеребят в ролевых играх в Star Stable Online. Потому что, когда было обновление, я сюда приехала, тут сидела девочка на пегом черно-белом тракенене. И они смотрелись так, как будто это мать с жеребенком. Это очень классно. Поэтому, если у вас есть желание поролить за жеребенкой, и вы обычно это делали канемару или другими маленькими лошадками, то вполне можете теперь делать этой породы чинкотик, который, ну, очень уж миленький. Особенно вот этими длинными ушками. Я не знаю, почему они меня так задевают, но они мне очень сильно нравятся. Она очень мне так играется. Вот. Что же можно почитать об этой породе? Сила 4. Дисциплина 2. Скорость выносливости по нулям. Гибкость 1. То есть, по сути, эта лошадка не очень гибкая, но зато она долго держит определенный аллюр. Это очень хорошо. Сколько всего многого, кстати, про нее написано. Купить вы можете, начиная с 7 уровня, что очень неплохо, потому что не всегда есть возможность покупать каких-то хороших лошадок на таких маленьких уровнях. Написано много, кстати, легенд. О, давайте почитаем, что тут легенда. Известная легенда гласит, что это потомки лошадей, выживших после крушения испанского Галеона у побережья Бирджинии в 18 веке. Каким бы ни было их происхождение, эти пони живут в дикой природе острова Ассатик уже более 200 лет. Ничего себе! Вот так вот, благодаря, кстати, старству Баланлан, вы можете знать интересные факты о реальных породах лошадей. И что самое неожиданное в этом обновлении, разрабы, похоже, услышали наши просьбы и мольбы о помощи. И, наверное, в скором времени нам обновят манеж. Это просто сладкая мелодия сочетания этой фразы для ушей конников. Потому что спустя столько обновлений мы уже и вправду хотим все новый манеж. Но так как разабы не могут делать все сразу, они нам решили все давать по частям. И обновили пока что препятствия в конном манеже. Некоторые говорят, что то, что они их поменяли, очень помешает старым схемам, которые были составлены для клуба. Потому что расстояние между стеной и барьером стало меньше. Но все равно, если вы даже на большой лошади, я проверяла, можно здесь проехать. Как-то втиснуться. Поэтому, если вы верны своим старым конкурным схемам, не переживайте. Вы все равно сможете проехать между стеной и барьером. Главное, удачно прицелиться. Как видите, поменялись абсолютно все препятствия. Сквозь не все из них можно проехать. Балки, к сожалению, не падают, когда их задеваешь. Как, к примеру, в гонке на острове Падока. Зато нам добавили крестовину. Я же заговариваюсь. Крестовина, да, неожиданно. И она единственная на весь манеж. Когда тут было обновление, тут такая толпа вокруг места. Потому что это первая крестовина в манеже. Одна единственная в своем роде. Поэтому, несмотря на то, что спойлер о том, что о новом манеже появился, по-моему, еще полгода назад, разрайбы только сейчас начали заниматься им. Поэтому, возможно, ближе к лету нам добавят новый манеж. Держим кулачки, крестики на пальцах, чтобы это было правдой. Вот такие вот нововведения в последнем обновлении. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Ставьте лайк, если вам понравились, пони чинкотик. Если бы я могла, я бы залайкала свое же видео, чисто потому, что там есть пони чинкотик. Вот. Бегите в манеж, если у вас есть такая возможность. Опробуйте новые препятствия, как они вам нравятся, не нравятся. Если честно, мне лично они очень нравятся. Постепенно игрушка начинает становиться все лучше и лучше. Хотя, если честно, всегда она мне очень-очень сильно нравилась. И всегда я ее считала лучше в своем роде. Но игрушка не стоит на месте, и это очень хорошо. Так что, давайте радоваться этому. С вами была я, Данали, и мой конь, Небесный Ястреб. Да, я проверяю имена, потому что уже иногда забываю, ибо лошадей много. Вот. Не забывайте тренироваться со своими лошадками, чистить их, а также их угощать морковкой. Всем пока, удачи вам!